Пассажирский автопарк Брянска основательно пополнился новыми автобусами. Жители города оценили обновления и активно стали пересаживаться с маршрутных такси. Муниципальный транспорт все ближе к современным технологиям. Сейчас с помощью банковской карты бесконтактной оплаты мы можем провести оплату проездного билета. Оплатить проезд можно не только с помощью мобильного телефона, на котором установлено банковское приложение, но и с картой с функцией бесконтактной оплаты. Приятный бонус, если оплатить проезд со счета банковской карты, то стоимость будет меньше на 2 рубля, чем наличными. Ну это, во-первых, удобно в том плане, что мелочь в карманах никогда не гремит, и в планах какой-то иены это как-то безопаснее. Ну и в принципе, вообще это удобно. Удобно. Вдруг с собой денег нет, на карточке деньги всегда есть. Расплатился и поехал. С 19 февраля оператором единой электронной системы оплаты и учета проезда пассажиров стал региональный информационный центр. Детали его работы обсудили в областном правительстве. На пресс-конференции под руководством заместителя губернатора Александра Жигунова отметили, что первоначально система будет внедрена на городских маршрутах с регулируемым тарифом и на социально значимых маршрутах брянского и новозыпковского перевозчиков. Следующим этапом перехода будет подключение муниципальных образований к системе и ее внедрение на муниципальных маршрутах. Переходный период изменения порядка приобретения и распространения единого социально-проездного билета продлится до 31.06.2020 года. Также нововведения ждут и льготные категории граждан. Уже с 1 апреля проездным билетом может стать любая банковская карта национально-платежной системы. Таким образом отпадет необходимость ежемесячно приобретать проездной. Стоимость от бумажного не отличается. Пополнить его можно будет не выходя из дома, через компьютер или смартфон, либо посетив оператора или терминал самообслуживания. Количество граждан, которые пользуются банковскими картами, их с 10 декабря удвоилось. И на сегодняшний момент цифра достигла 18 тысяч граждан в городе Брянске пользуются банковскими картами при оплате проезда на муниципальном транспорте. Благодаря этой системе в администрации города появится возможность не только получать полную информацию о пассажиропотоке, но и видеть статистику по использованию льготных проездных. На основании этих данных получится оптимизировать график маршрутов, выявлять перегруженные направления. Дмитрий Белов, Анатолий Чикрыгин, События Брянск.